Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем и мы продолжаем ряд серий об автомобилях ВАЗ от самой первой копейки и до самых последней моделей. И сегодня у нас серия про ВАЗ-2106. Легендарная шестерка. Сколько я о них наслышан от владельцев классиководов. Это просто, я не знаю, можно реально, наверное, целый ряд серий создам. Басни классиковода будут называться. Так вот, ВАЗ-2106. Многие заметили, что да, я в своих видео там немного не как-то отношусь к ВАЗам классикам. Типа зубила сила классика, типа отстой. У меня есть с чем сравнивать. У меня была копейка, у меня была семерка карбюраторная, семерка инжекторная, там десятка у меня была, приора была, две восьмерки, три девятки, одна девяносто девятка. То есть мне есть с чем сравнивать. Вот была у меня новая семерка инжекторная 1.6 на синих блатных номерах. Кто понял, о чем я говорю, тот поймет. И как-то я еду на ней, свежая семерочка с салона, все, ласточка. И я такой говорю человеку, что она ли реально мягкая идет по сравнению со моим спортивным турбовым Ниссаном. Ну, потому что Ниссан спортивный, он, соответственно, там жесткая подвеска на койлах, на койлах. То есть, а там стандартная, ну и как бы свежая машина хорошо идет. И человек мне выдает такую фишку, говорит, ты еще на шестерке не езди, вот то мягкая. Ну, он владелец ВАЗ-2106. И по его рассказам, мне так и показалось, что как будто там вот эти все Мерседесы, там BMW, там Toyota, Camry. И рядом по комфортности езды не стоят и с ВАЗ-2106. То есть, я очень часто слышу от владельцев ВАЗ-2106, вообще владельцев классик, такая мягенькая, туда-сюда, ну прям ласточка песня. Ну, я не знаю, такое ощущение, послушай, ты беги себе, бери ВАЗ-2106. То есть, с чем это, типа, связан миф, объясню. Мягкость машины зависит от нескольких параметров. Это жесткость ее кузова. Да, в ВАЗ-2106 кузов мягче. То есть, потому что в семерке, если вы знаете, кузов жестче. То есть, от того, что кузов мягче, да, он играет. Может быть, она мягче. Но, в первую очередь, ходовая, ход подвески зависит от того, какие у вас пружины стоят. Потому что в пружинах есть разные категории жесткости. Так же самое, какие у вас стойки стоят. Как у вас обслужена ходовая. То есть, нет такого, что, типа, шестерка мягкая, там, семерка жесткая и туда-сюда. По заводу, может, да, их комплектуют там разными пружинами и туда-сюда. Ну, вы же понимаете, что за время эксплуатации там уже и двигателя, и коробки, и редуктора, и ходовая 150 раз перебрана. Потому что я вот этот мифом наслушался. Вот, шестерочка такая мягенькая. Купляет у меня кореш шестерочку. Ну, я думаю, ну, сейчас меня с комфортом прокатят. Такая телега, я не знаю, у меня боевая восьмерка. Она с зажатой полностью подвески мягче, чем та шестерка. Ну, опять же, проблема была в том, что там были непонятно от чего пружины и стойки, и она просто, ну, карета была. Поэтому вот это все бред и миф, вот эта там шестерочка, мягкая машина. Шестерка, как и любая у вас классика, машина уже морально и технически устарелая, как и ее двигатель, ходовая, и коробка, и все остальное. Да, кузов еще можно найти свежий, потому что они относительно до позднего времени производились. То есть, поэтому кузов можно и с нее сделать ракеты. Есть потенциал в любом двигателе. Но все зависит от того, сколько это времени и денег уйдет. Вот я сейчас наблюдаю, сейчас начинается зимний период, и там вот эта массовая истерия зимнего дрифта, вас, классики. И сколько люди лупашут туда денег, но это просто неимоверно. Выкидывают всю ходовую, рычаги там, все там, панары, тяги, туда-сюда там, вывороты, тормоза, гидроручники. В лупашу эти двигателя шестнари свапы, там туда-сюда. Ну, я понимаю, что, да, дрифт, но вы понимаете, что там уже не совсем так и пюджетно получается. Потому что изначально продвигалась зимний дрифт, как, типа, дешевая тема, типа, вот, джига, дешевая машина. Потом вот это все, если по ней сделать, а если еще кузов убитый, надо его восстановить. А если купить живую, они не так уже относительно дешево стоят, ну, как бы, казалось бы. И это все переделать, и это не так бюджетно, что можно даже за эти деньги уже что-то и летнее купить, построить. То есть, поэтому... И опять же, почему вас классику, типа, таскают в зимнем дрифте? Потому что для того, чтобы построить туда мощный двигатель, что там просто тупо кидают шестнарь или там восьмиклапанник, там, и тайговский, и все, типа, оно, типа, что-то едет. По-сухому оно не поедет. Да, есть и в летнем дрифте, жиге, то есть, и в драге они есть. Ну, вы должны понять одно, что там приходится переделать все от начала до конца, чтобы оно как-то куда-то поехало. И самое главное, минусы вас классики, двигатель вы можете зарядить, ходовую вы можете переделать. Там коробка и редуктор полуося очень слабые для нагрузок. То есть, вы будете просто тупо менять. Опять же, вернемся к этой Ниве Харьковской. Почему у нее коробка не родная? Потому что ее замахались там уже менять те коробки. Хотя, по факту, машина едет просто 402 метра. То есть, она недолго находится в нагрузке, грубо говоря, своих 11 секунд она в нагрузке. Ну, а в дрифте, соответственно, больше нагрузки. Ну, плюсы и минусы ВАЗ-2106, то, что они есть в относительно еще свежих кузовах, можно найти. Но, сама по себе, как вы не крутите, конструкция древняя. Никакая она там не супер мягенькая. Если она мягенькая, через чур, это уже задумайтесь, может, у вас уже кузов подуставший. Поэтому, нет ничего там такого сверхъестественного, не строите себя иллюзиями. Или тоже там в комментариях пишут. Да я вот, на тайговском двигателе, тоже, кстати, вчера был комментарий. Я на тайговском двигателе, на стандартном там карбюраторе, на всем стандартном там, равняюсь с приорами. Ну, во-первых, вы убедитесь, точно ли владелец, водитель приоры с вами гоняет, это во-первых. То есть, во-вторых, если даже где-то в заезде такое произошло, то не факт, что там опытный водитель. Посмотрите мои видео, где я на практически стандартной восьмерке. Там есть целый ряд, у нас дрифт батл был, кому интересно, ой, драг батл. Посмотрите, там, против меня ездили тоже ВАЗ-классики на тайговских двигателях, там даже еще и распредвал был спортивный. То есть, и что по факту, я их спокойно объезжал. То есть, при том, что у меня там с доработок вообще там только одна была голова пропиленная. То есть, они там рассказывают, что какие-то там приору он может объехать на полностью стандартном 1.7 двигателе. По заводу шестерка на шестом двете или там едет своих там 15-16 секунд до сотни, но тех 100 кубов, ну в лучшем случае одну секунду, ну в лучшем, пускай 14 секунд она поедет. Приора по заводу едет 11 секунд, ну как, 11-14 секунд до сотни, это будет разрыв. Вот и все. То, что где-то человек едет на приоре себе спокойно там своих 140 по трассе, а тот летит на шестерке там, что-то пытается его догнать, то это не показатель. То есть, с любой машиной, опять же, повторюсь, с любой машиной можно сделать ракету, неважно, запорожец, феррари, ваз, иномарка, передний, задний, приор, полный, с любой можно. Все зависит от вопрос денег, времени и усилий. Просто запомните одно. Взять, если заготовку, всегда надо, чем вы лучше возьмете заготовку, тем вам будет потом проще и дешевле. Допустим, если взять, я опять же не тяну там мазу, грубо говоря, за там, что зубила эта сила. Взять восьмерку и взять шестерку, да. Чтобы они поехали наравне, вам в шестерку надо вложить в два раза больше денег. Вот, допустим, если готовить ее к соревнованиям, вот в шестерке надо вложить в два раза больше денег, для того, чтобы она ехала на уровне с восьмеркой. Это первый момент. Второй момент. У вас в классике это будет в два раза менее надежно. То есть, в два раза дороже, в два раза менее надежно. А на восьмерке это будет в два раза дешевле и в два раза надежнее. Поэтому каждый делает выбор для себя, кто фанат классики. Просто готовьтесь больше улаживать и чаще ее ремонтировать. Вот и все. Тут нет ничего такого сверхъестественного. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Кому интересно, как доработать и увеличить мощность двигателя правильно, на канале есть много видео об этом. На главной странице моего канала жмите на все видео и там найдете ответы на все свои вопросы. Делитесь данным видео со своими друзьями, для того, чтобы канал быстрее развивался и было больше интересных, познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok